Всем доброе утро, ребят! Я сегодня начинаю наш выходной день с приготовления линейных вареников. Такое лакомство для всей семьи. И прекрасная альтернатива обычным, которые нужно лепить, но по вкусу они практически такие же. У меня 500 грамм творога. Я возьму чуть поменьше. Оставлю немножечко. Возьму 2 яичка. Также берем немножко соли. Солоноватые всегда вкусные. И возьму вместо сахара фит-парад, но где-то 6-8 пакетов, чтобы было не слишком сладко. Размешиваем всю эту массу. Разминаем ее, так как она спрессованная была. Измельчила немножечко погруженным блендером. И теперь возьму муки. Тесто у меня готово. Ушло у меня примерно где-то 250, ну то есть стакан муки. Тесто такое должно быть, чтобы оно практически не липло к рукам. Вот так они у меня варятся в кастрюльке. Такие вот подушечки. В общем, вот так выглядит наш завтрак сегодня. Вот такие галушечки со сметанкой, творожные. Прекрасно, вся семья будет довольна. Детям можно сваренье дать. Им тоже. Детям тоже очень понравится. Пить. Пить сейчас, да, Манечка, пить. Тебе остывает. Мама пошла на тренировку. Поела своих ленивых варенников. Надо же идти сгонять. Что-то пыталась косичку заплести, чтобы челку собрать. Все равно все разваливается. Короче, сейчас потренируюсь. Вообще все развалится. Не хочет челка пока нормально по-человечески убираться наверх. Вот, кстати, помада стрит стайл, которую я показывала в пробниках. Пикольно смотрится на дубах. Пикольно смотрится на дубах. Дальше домой счастливая, уставшая. Как всегда, у меня выпила такую бутылку 600 мл. Я много очень пью на тренировке. И мне очень хочется воды. Я прям полностью эту бутылку выпиваю. Я бы даже, наверное, еще попила. Она у меня кончилась. В общем, сегодня много чего делали. Но так как в субботу народу все не сильно много. Я даже успела немножко поснимать. Чуть-чуть. Ну, а потом народ, потому что она пришел ближе, как бы уже к 12. Я уже это дело бросила. Как-то не нравится мне. Ну, как бы другие люди будут думать, что я их снимаю. Они очень приятны, знаете. Так что, пришла я домой. Попросила сегодня мужа приготовить обед. Что, как-то мне эта готовка уже вот тут вот просто. Попросила мужа приготовить обед. В общем, он какие-то баклажаны затеял. Ну, кстати, хочу показать, когда помада, вот эта стрит стайл впиталась, как она прикольно смотрится, как будто она матовая. То есть она стойкая, она не стирает. Я еще сама не видела. Заклянусь, чего тут такое муж приготовил. Там кабачки, ой, баклажаны, помидорки, фарш, сыр. Сейчас буду себе накладывать. Вот просто умничка. Попросила его приготовить, он так заморочился, и все это слоями, и что-то там отдельно обжаривал, выпаривал. Короче, часа полтора муж готовил. И это очень, конечно, все вкусно. С кабачками, с баклажанами, опять кабачками их называю. Тут кальтошки даже чуть-чуть есть. Ну, правда, вкусняха прям. Молодец мужчина. Доброе утро второго выходного дня. А не утки творожок. Мама себе делает блинчик. Кофе уже навела. Пеку блинчик. Маме уже пора на диету садиться. А то спортом-то мама занимается, а жрет-то, что попало. О, ну, мама сейчас как всегда сломает свой блин. По-другому не бывает. Я всей семью пеку ровные, аккуратные блины, как с картинки. Но себе всегда получается какая-то развалюха. Комом. Как всегда. Развалился мамин блин. Ну, буду сейчас такой есть с помидоркой и сыром. Анютка что-то выступает, не хочет. Тут урожок есть. Илюха у бабушки ночевал. Сейчас поедем, заберем Илюху и поедем в бассейн вместе с ним. Ну, он будет в детской комнате игровой. Там отличная игровая. А мы будем плавать, пока я его не рискую. У него там непонятно все. С самочувствием, поэтому я не рискую его пока в воду. Вроде и не болеет, но и не хочу провоцировать. Так что вот так. Я не знаю, как я плавать буду. У меня все болит после вчерашней и прошлой тренировки. Ну, руки не болят. Самое главное, руками грибсти, чтобы не потонуть. Приехали вот сюда опять плавать. Здесь бассейн. А для Илюхи здесь есть развивающая комната. Она безлимитна до трех часов. То есть можно спокойно плавать, не париться, что у ребенка время кончается. И он сейчас пойдет играть в детскую комнату. Ну, а мы будем с Сашей заниматься спортом. Все, пошел птенчик прыгать. Развлечения. Иди сюда скорее. Мама что-то скажет. Мы опять в бассейне. Будем плавать и заниматься спортом. Поплавали? С удовольствием. Выдвинулись домой. Илюха наиграться. Илюш, сними шапочку. Жарко в машине. Да, мы там вообще не купать никакого машина, не было залейка. Понятно. В общем, на следующую неделю мы с Илюхой будем плавать. Я уже все узнала, как с ребенком туда можно прийти. Придумывала уже, что это организовать. В общем, ребенку тоже интересно, конечно же. Поэтому в этот раз он игровой развлекался, а в следующий мы поедем без СМИ. А сегодня у нас еще планы съездить. Мы посмотрели на Авидах кроватку. Они вот такие, в общем, решили купить все-таки в доме. В общем, поедем и войдем в кроватку сегодня. И поздравите меня с купочкой, когда можно будет. Я обязательно покажу во влоге. Приехали в Кольцово смотреть кроватку. Здесь такс чистенько, аккуратненько. Все плиточкой выложено. Все зелено. Площадки просто офигенные. Я вообще обожаю такой район. Такой городок. Очень крутой. Вот так и едем. Грузоперевозку не хотите? Заказывайте. Кроватку запихали. И поехали. Ну, а что бы нет, машина длинная. Вот такую кровать. Это кровать Икея, насколько я понимаю. В общем, взяли мастер-рук за 4 тысячи с матрасиком. Пока поставили в зале, потому что забрали мы ее собранную. А в спальне ее пока некуда поставить. В общем, всем спокойной ночи. Да, пока. Прощаемся с вами на этом. Пока-пока. Пока-пока.